почему-то в слугах народа оказываются только хозяева жизни а чемпионом может оказаться только тот кто готов ради этого на самопожертвование приветствую вас ломающие кирпичи шмели с вами федорович а в этом видео мы посмотрим на два очень классных поединка между лучшим каратистом планеты и японскими чемпионами хорош ли лук зависит от натягивающей его руки а насколько будет хорош боец зависит от того как он тренируется сразу предвидя ваши вопросы расскажу про то кто же этот лучший каратист планеты хотя наверняка многие из вас уже догадались о ком речь монстра белого кимоно зовут рафаэль агаев это прославленный азербайджанский каратист пятикратный чемпион мира 11 кратный чемпион европы победитель девятых всемирных игр и всемирных игр боевых искусств 2013 года чемпион европейских игр 2015 года и исламских игр солидарности 2013 и 17 годов заслуженный мастер спорта азербайджанской республики рафаэль агаев является самым титулованным каратистом в истории спорта а также единственным каратистом которому на одном чемпионате мира удалось завоевать две золотые медали агаев обладатель пятого дана а также капитан сборной азербайджана по карате за свои высокие достижения агаев получил прозвище бриллиант мирового карате как парящий синички не понять ползущую улитку таким многим приверженцам жестких ударных единоборств не понять смысл всего того что происходит на татане я уже предвещаю ваши комменты по поводу того что это не бой а бесполезное фиктование что в реальном бою боксеры всех посадит за минуту что на улице это бесполезно и все в таком духе но я хочу чтобы вы оставили эти догмы позади открыли свое сознание и посмотрели на бои которые я сейчас покажу с точки зрения конкретно этого вида спорта а именно спортивного карате где важна не сила и жесткость а скорость реакция и тайминг ведь когда вы смотрите футбол вы же не говорите какой толк в этом беге с мячом все равно этого великого рональдо нокаутирует любой перворазрядник по боксу в общем демагогию в сторону и давайте насладимся первым невероятным по эмоциям поединком хорошее лекарство горько на вкус а хороший удар очень неприятен тому кто его получает вот и получил агаев отличный удар от японского чемпиона на встречу который как вы видите по своей антропометрии на голову выше чем агаев кстати его рост 168 сантиметров а вес 75 килограмм сразу хочу немного извиниться если вдруг где-то буду запинаться так как я хочу прокомментировать эти поединки вживую смотря вместе с вами они по сценарию и так 1-0 в пользу японца снова классный обмен и в этом обмене победителем выходит японец и так ли это мы сейчас узнаем по судейскому решению до 2-0 в пользу японца то есть кто не понимает правил карате я их тоже не особо понимаю поэтому сильно умничать не буду но в двух словах чистое попадание рукой в корпус или в голову это одно очко вот сейчас классно как видите агаев прихватил правой рукой сделал сбивку левой руки и своей левой ручкой достал до головы противника еще должен быть 21 до счет 21 очень здорово вот эта сбивка передней ручки также часто используются и в ударных единоборствах и в боксе и в тайском боксе и вот отличный бросок через бедро и добивание за вот такое техническое действие то есть бросок подсечку противника на пол и обозначение добивания конечно они не бьют лежащего на на татами противника а просто обозначение дается сразу три очка то есть за чистое попадание рукой одно очко за такое вот добивание 3 за попадание ногой в голову по моему 2 очка дают мы сейчас это проверим если в поединке такое будет и снова бойцы в центре работа на носочках работа на носочках очень похожа на работу в тэйквондо ну конечно с боксом тяжело и сравнить так как там больше челнок и вот классный удар хвостом дракона от японца и сейчас мы узнаем сколько за это дали очков японцу как видите агаев пошел в ближний бой прихватил в клинч уже хотел отпускать и тут получил хвост скорпиона разящий черепаху и все судьи единогласно засчитали этот удар 3 очка за чистое попадание ногой в голову также дают 3 очка как и за имитацию добивания ох как жестко сработал удар агаева аж переломала в обратную сторону японец попал в бороду насколько я знаю правила спортивного карате здесь нельзя жестких ударов делать то есть именно такой жесткий нокаутирующий удар запрещен за это спортсмену выносится предупреждение и тоже есть какие-то дисквалификации там за определенное количество предупреждений поэтому вся работа идет как бы на касание ты должен дотронуться но не увалить до нокаута не засчитали ничего как бы кто-то подскользнулся кто-то кому-то не то дал или засчитали нет засчитали одно очко японцу таки засчитали за удар в голову был и снова делает агаев свой бросок и это наверняка его научил его старший братюня если мы не знали то в семье агаева еще есть два брата его он самый младший так вот самый старший занимался дзюдо средний занимался боксом а вот самый младший рафаэль начал заниматься карате 7 лет и очень долго этим карате занимается уже более 20 лет и так у нас всем всем невероятный накал дают одну экстра минуту так как раунд длится три раунда по очкам соответственно определяется победили но если ничья экстра минута и классное движение от японца дали ему за это очко или не дали сейчас узнаем ну в таком направлении как вы понимаете очень много зависит от судей а именно увидят ли они попадания в этом ударе или не увидят так как нельзя бить жестко до нокаута то удар останавливается не отдали очко азербайджану то есть рафаэлю наверное он первым нанес этот вот снова вот это было четко видно что рафаэль снова делает свою фишку видели правой рукой опускает левую руку японца и задней левой ручкой попадает в голову очень классная тактика часто боксеры и используют и так 97 рафаэль уже лидирует снова бам вот опять видели японец как бы дал ногой в голову но удар не был засчитан потому что не было четкого попадания рафаэль успел голову отвести в сторону но такие вот моменты их часто решают судьи вот шаг влево шаг право непонятные такие движения от рафаэля и вот этот удар но не было касания не было и судьи соответственно удар этот не засчитали ну и дальше пошла куча ударов снова японец не достал рафаэль все перекрыл руками и ушел уже с этой атаки пошел вперед два шага назад сокращение разрыв дистанции очень здорово у каратистов работает я когда-то смотрел интервью про рафаэля агаева его интервью так вот он говорил что он немало боксировал именно с боксерами и с боксерами игровиками которые работают в челноке и ему это очень было полезно и они также не могли по нему попасть вот опять видели удар в корпус но его тоже не засчитали снова момент оба бойца сблизились как бы и японец ударил в голову как бы и рафаэль ударил в корпус кому дали очко непонятно но наверное время просто закончилась и рафаэль агаев эту схватку выиграл сейчас разберемся кучу жестов от судьи до очко дали рафаэлю 10 7 вот удар ногой в спину но он тоже не был засчитан почему-то ну в общем в правилах будем разбираться вместе вот это уже точно конец поединка и победа рафаэля ничто так не сбивает человека смысле как прямой удар в голову ну а мы смотрим второй поединок где таких ударов будет немало перед нами саку яма японский чемпион против рафаэля агаева саку яма молодой пацан ему 22 по моему года это весовая 69 килограмм как вы видели и рафаэль выходит на татами опытный уже очень титулованный рафаэль агаев против молодого перспективного против японского чемпиона молодого и невероятно перспективного и так снова игровая манера опять работа на ножках все вот это прыжки как бы возможно со стороны боксером там тайцам особенно бойца май тай которые исповедуют такую жесткую манеру боя без без прыжков первым номером это будет казаться бесполезно вот видели ребята получили обои желтые каст карточки за отсутствие ударов то есть мужики просто прыгали смотрели друг на друга судья подумал и решил дать обоим желтые карточки чтобы было больше активности ну а боя не хотят рисковать начало поединка ну японец работает первым номером он поддавлю это рафаэль бегает по кромке татами ну у него обычно у рафаэля всегда такая тактика работать на контратаках вторым номером снова у у нас прошла минута боя не было сделано ни одного удара и японцу и азербайджансу дали по желтой карточке и вот наши первые входы и первое очко забирает японец он первый ударил в голову затем уже рафаэль только достал до живота так или не так да очко дали японцу и дальше у нас теперь надо рафаэлю отыгрываться пошел и ножкой классно японец дал обратите внимание левой ногой как хотел сделать подсечку интересно японец но не совсем получилось ну в этой ситуации я вообще ничего не понял но очко получил японец или за то что дал по затылку там как бы засчитали в голову ну японское дело темное вот ребята кружатся во вот это уже чистое попадание рафаэля навстречу японец пошел ногой рафаэль его встретил левым прямым то есть этот бой каратистов мне напоминает как мангуст с коброй дерется оба стоят оба двигаются по кругу на носочках и все ждут первой атаки то есть работа на контратаке в каратэ более эффективная так как ты проваливаешь и можешь сразу на скачке туда сделать как в боксе почтальон раздал отскочил два добавил и очень классно все это залетает по противнику который идет вперед делает ой как классно японец сделал высекание и добивание и не дал мне договорить мою мысль ну ладно за это ему наверняка дадут три очка так как противник оказался на татами и получил добивающий удар то есть обозначение до далее понсу три очка и у нас счет 51 рафаэлю нужно срочно мобилизироваться срочно что-то делать 4 очка это уже очень много классный удар японца видели как ножкой ударил ну конечно в реальном бою этот удар абсолютно бесполезен и японцам снесли вместе с той ногой но в каратэ не не засчитали а наоборот дали японцу желтую карточку за тот удар ногой в общем это дикие дебри для пьяного бизона правила каратэ ну я думаю в комментах кто эти правила знает немножко будет нам объяснять почему дали японцу желтую карточку они засчитали этот удар хотя в предыдущем бою мы видели что хвост дракона принес японцу три очка и вот посмотрели видео повтор арбитры и показали карточку со словами нихера тебе они очко и дальше поехали в оа классно вот это чисто уже японец попал видели как выжидали выжидали и молниеносно просто ручкой конечно нам кажется со стороны что это все фиктование касание ну мне кажется в реальном бою если бы японец не сдерживал остановку удара и на таком скачке пробил в голову это был бы очень классный джеб в лучших традициях легковесов снова непонятная ситуация кто-то подскользнулся упал оба стали рефери развел и грозно оттыкнул пальцем рафаэлю в лицо и за это ему дали желтую карточку вот классно рафаэль сделал опять-таки на левой ноге сделал выпад и левым джебом достал до головы японца сказал братан муха села я струшу и пошла опять снова работа шесть два двадцать пять секунд до конца боя четыре очка надо рафаэлю делай подсечку молодец но не зашла еще раз попытка не прошла тоже есть очень непонятный для меня момент когда бойцы сходятся вот на такой короткой дистанции в клинче можно сказать один поднимает руки и показывает что все давай клинч разводить а второй в этот момент делает подсечку и добивает как только что хотел сделать рафаэль то есть или у них нету каких-то четких определений по времени этого клинча или каждый как хочет так и чудит но тем временем рафаэль в предыдущем моменте дал одно очко а в этом он сделал высекание и дадут ему 3 очка или нет часть секунда конца видео повтор если посчитают арбитры что это было подсечкой добивания это 3 очка и у нас счет сравняется а если не увидят в этом именно технического действия а просто случайное действие да показывают нет и хоронят надежду рафаэля на этот поединок потому что за 6 секунд отыграть 3 очка нереально нужно опять сделать какой-то мега проход в ноги да классная вертушка в прыжке но падает от этого сам рафаэль и так на этом поединок заканчивается победа японца молодого перспективного японца подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соц сетях а в комментах напишите за сколько секунд вы бы раскидали всех этих каратэк не вставая с дивана а поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы че вы можете став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках как бы не отходим из этого образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отбиваться соответственно и подракая надо дистанции короче я вот че делаю хватил вырываю ключица это ключица вырываю голос то есть вот так вот это выглядит Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по милитации, старайтесь эти упражнения не светить нигде. Шарики солнечные. Вставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз идисти. Ничего не успевайте, это убитка. Успе. Успе. Тихо, да? Успе. Успе. Встреча.